МИТИО КАКУ УРАВНЕНИЕ БОГА В ПОИСКАХ ТЕОРИИ ВСЕГО КНИЖНЫЕ ПРОЕКТЫ ДМИТРИЯ ЗИМИНА Эта аудиокнига издана в рамках программы «Книжные проекты Дмитрия Зимина» и продолжает серию «Библиотека Династия». Дмитрий Борисович Зимин – основатель компании «Вымпелком», «Билайм», фонда некоммерческих программ «Династия» и фонда «Московское время». Программа «Книжные проекты Дмитрия Зимина» объединяет три проекта, хорошо знакомые читательской аудитории. Издание научно-популярных переводных книг «Библиотека Династия», издательское направление фонда «Московское время» и премию в области русскоязычной научно-популярной литературы «Просветитель». Подробную информацию о книжных проектах Дмитрия Зимина вы найдете на сайте ziminbookprojects.ru. Введение в окончательную теорию. Эта теория должна была стать окончательной, эдакой универсальной основой, которая объединяет все силы космоса и объединяет все, начиная от движения расширяющейся Вселенной и заканчивая филигранным танцем элементарных частиц. Требовалось лишь найти уравнение, которое с математической четкостью описывало бы всю физику. За поиски брались самые выдающиеся физики мира, включая и Стивена Хокинга, который даже сделал доклад с многообещающим названием «Близок ли конец теоретической физики?» В случае успеха такая теория стала бы подлинным венцом науки. Осуществилась бы заветная цель физики — создание единственной формулы, из которой в принципе можно вывести уравнение для всех состояний Вселенной, от начала мира до его конца. Это был бы конечный результат научных исследований, которые ведутся вот уже две тысячи лет с той поры, когда у древних возник вопрос «Как устроен этот мир?» От одной мысли об этом захватывает дух. Мечта Эйнштейна. Мне было восемь лет, когда я впервые узнал об этой мечте. Газеты сообщали о смерти великого ученого и публиковали незабываемую фотографию. Это было фото рабочего стола ученого с раскрытым блокнотом. В подписи под ним говорилось, что величайший ученый нашего времени не смог завершить начатую работу. Я был поражен до глубины души. Какая задача может быть настолько сложной, что даже великий Эйнштейн не сумел решить ее? В блокноте оказалась незавершенная теория всего. Эйнштейн называл ее «Единой теорией поля». Он хотел найти емкое и короткое уравнение, которое позволило бы, по его собственным словам, читать мысли Бога. Не в состоянии до конца оценить грандиозность подобной задачи, я решил пойти по стопам этого великого человека, надеясь внести хотя бы минимальный вклад в реализацию идеи. Попыток решить эту задачу было немало, но все они закончились неудачей. Как заметил однажды принстонский физик Фримен Дайсон, дорога к единой теории поля усеяна останками неудачных попыток. Впрочем, сегодня многие ведущие физики считают, что мы наконец приблизились к решению. Главный, а на мой взгляд и единственный кандидат на роль теории всего называется теорией струн, которая утверждает, что Вселенная состоит не из точечных частиц, а из крохотных колеблющихся струн, каждая нота которых соответствует элементарной частице. Если бы у нас был достаточно мощный микроскоп, мы увидели бы, что электроны, кварки, нейтрино и тому подобное представляют собой не что иное, как колебания крохотных нитей, напоминающих натянутую резинку. Если дергать такую резинку по-разному достаточное число раз, то в итоге мы получим все известные элементарные частицы Вселенной. Это означает, что все законы физики могут быть сведены к гармониям таких струн. Химия это мелодии, которые можно сыграть на струнах, Вселенная это симфония, а мысли Бога, о которых так красноречиво писал Эйнштейн, это космическая музыка, резонирующая в пространстве времени. И вопрос это не только академический, каждый раз открытие новых законов физики меняет ход развития цивилизации и судьбу человечества. Так Ньютоновы законы движения и тяготения заложили основу для века машин и промышленной революции. Майкл Фарадей и Джеймс Клерк Максвелл заложили основы теории электричества и магнетизма, что позволило нам осветить города, создать мощные электрические моторы и генераторы, а также средства связи, как телевидение и радио. Эйнштейнова формула E равно mc в квадрате объяснила, откуда черпают энергию звезды и помогла овладеть энергией атома. Создатели квантовой механики Эрвин Шрёдингер и Вернер Гейзенберг вместе с другими физиками положили начало сегодняшней высокотехнологической революции с суперкомпьютерами, лазерами, интернетом и потрясающими гаджетами в наших гостиных. В конечном итоге все чудеса современных технологий – это результат открытий ученых, изучавших фундаментальные взаимодействия нашего мира. В настоящее время наука похожа близка к созданию теории, которая объединит все четыре силы природы – гравитацию, электромагнетизм, а также сильные и слабые ядерные взаимодействия. В итоге это позволит разгадать такие величайшие загадки науки, как что происходило до Большого Взрыва, почему вообще произошел этот взрыв, что находится с другой стороны черной дыры, возможно ли путешествие во времени, существуют ли кротовые норы, которые ведут в другие вселенные, существуют ли более высокие измерения, существует ли мультивселенная, состоящая из множества параллельных вселенных. Эта аудиокнига повествует о поисках окончательной теории и о невероятных событиях одной из самых удивительных страниц истории физики. Мы вспомним открытие прошлого, давшее начало чудесам технологий, от Ньютоновой революции, изучение электромагнетизма, осмысление теории относительности квантовой механики до современной теории струн. Мы объясним, что эта теория даст для решения величайших загадок пространства и времени. Армия критиков. Однако на этом пути еще много препятствий. При всем энтузиазме, который вызвала теория струн, есть немало критиков, не упускающих случая, чтобы указать на ее недостатки. И в какой-то момент после всей шумихи и ажиотажа реальный прогресс застопрился. Самая очевидная проблема состоит в том, что несмотря на лесные репортажи прессы, расписывающие красоту и сложность этой теории, надежных и проверяемых доказательств у нас нет. Надежды на то, что Большой адронный коллайдер, БАК, близ Женевы в Швейцарии, крупнейший в истории ускоритель частиц, поможет получить конкретные свидетельства в пользу окончательной теории, не оправдываются. С помощью БАКа удалось обнаружить бозон Хиггса, или, как его иногда называют, частицу Бога, но эта частица лишь одной из многих недостающих крохотных звеньев окончательной теории. Хотя сегодня и выдвигаются амбициозные предложения построить еще более мощный ускоритель, преемник БАКа, нет никаких гарантий, что подобные дорогостоящие установки смогут вообще что-то найти. Никто не знает наверняка, при какой энергии мы обнаружим новые элементарные частицы, способные подтвердить теорию. Но, пожалуй, наиболее серьезную критику теории струн вызывает то, что она предсказывает существование мультивселенной, состоящей из множества вселенных. Эйнштейн однажды сказал, что ключевой вопрос звучит так. Был ли у Бога выбор при сотворении вселенной? Единственна ли наша вселенная? Сама по себе теория струн единственна, но, видимо, у нее бесконечное множество решений. Тот факт, что наша вселенная может представлять собой лишь одно из бесчисленных равноценных решений, физики называют проблемой ландшафта. Если наша вселенная одна из множества возможных, то которая из возможных вселенных наша? Почему мы живем именно в этой вселенной, а не в другой? В чем же тогда заключается прогностическая сила теории струн? Что это, теория всего или теория чего угодно? Признаюсь, что я тоже принимаю участие в этом поиске. Я работаю на теории струн с 1968 года, с момента ее появления, случайного, необъявленного и совершенно неожиданного. Я был свидетелем невероятной эволюции этой теории, развившейся из одной единственной формулы в дисциплину, исследовательские работы по которой составляют целую библиотеку. Сегодня теория струн используется как основа для многих новых исследований, над которыми работают в ведущих лабораториях мира. Надеюсь, эта аудиокнига дает взвешенный и объективный анализ теории струн, ее прорывных открытий и недостатков. Она объясняет также, почему этот поиск захватил воображение самых известных ученых мира и почему теория струн порождает такие страсти и противоречия.